Разведка самая главная составляющая часть игры, то есть без разведки вы проиграете, а разведка вас даже может выиграть. Основной мой состав идет вертолет, обычно самый дешевый пехотная разведка, обычно самая дешевая эффективная разведка. И редко я использую спецподразделения для тыловых задач. Для тылов у нас используется обычно самая эффективная разведка с хорошим РПГ и на хорошем вертолете, чтобы выполнялась двойная задача. Пехота будет искать штабную машину в одном месте, вертолет может искать машину в другом месте, плюс мы можем что-то надамажить. Дешевая разведка нам обходится в три раза дешевле, чем эффективный отряд, но он медлительный, он ничего не сделает, то есть сопротивляться он не будет. Но нам это и не нужно, то есть меня интересует именно их оптика, так чтобы было очень хорошо. Они подсвечивают цели танкам, турам и все, больше от них ничего не требуется. Передвигаются они медленно, но передвигаться должны под прикрытием наших же товарищей. Миф второй, вертолеты нам позволяют видеть за зданиями, за укрытиями какими-то, то есть если мы посмотрим на карте, допустим, из глаз обычной разведки, мы кроме леса ничего не увидим. Если мы вертолет вешаем над нашими войсками, то мы видим уже за лесом, за домами какие-то скрытые юниты. Дальше у нас есть эффективная разведка, к ней могут относиться танки, птуровозы. Что отличает вообще разведчиков, так это невидимость, то есть в отличии от простых юнитов, разведчики у нас имеют незаметность. Соответственно, если мы поставим вот эту машину в кустах, то она будет обстреливать врага, а враг даже не поймет, что находится под обстрелом, либо не увидит откуда ведется обстрел, либо не сможет ответить. То есть очень-очень удобно. Плюс у нас есть оптика. Здесь оптика не очень, но, так скажем, сам факт того, что мы лучше видим, чем враг, уже достаточный аргумент. Давайте посмотрим, как это все на практике у нас состоит. Итак, здесь у нас все будет условно. То есть, допустим, у нас танк едет на территорию, и мы ставим его в кусты. Не забываем, что на территории, то есть у нас это поля-поля, а здесь у нас имеются кусты. То есть, если я навожу сюда, ничего не пишется, когда мы наводим на кусты, либо на спецпросеку, на деревья, то пишется, какой у нас имеется бонус. И стрелка у нас становится голубой. Значит, здесь у нас изгороди, кусты, редкие деревья, а тут у нас лес, густая растительность. Естественно, бонус получает лес, он лучше прикрывает нас, но нам достаточно кустов. Если хороший разведчик сел в кусты, то его уже не видно там. Любая техника может прятаться в кустах, и чтобы ее видеть, нужна разведка. Вот, собственно, мы поставили танк. И видим, что он у нас мигает. Мигает означает, что его враг не видит, то есть юнит скрыт. Соответственно, ничего не боимся. Все, наш танк будет стрелять, и враг даже не поймет, откуда идет обстрел. Танк у нас обычный, не разведчик, с плохой оптикой. И мы видим, он перестал мигать. Если он перестал мигать, это означает, что его сейчас видят. То есть, если он мигал и перестал мигать, его заметили. Мы не знаем кто, мы не видим. У нас танк не разведчик, у нас плохая оптика. Но также враг может находиться, допустим, здесь. И, соответственно, вообще у нас мало шансов увидеть врага. Либо враг может здесь находиться, в домах. Обычный пехотинец может увидеть танк, а танк не увидит пехотинца в домах. Для того, чтобы увидеть вражеского разведчика, нам нужен свой разведчик. Сейчас мы подаденем вертолет. Вертолет у нас имеет оптику превосходную, и мы видим. Мы видим, что буквально в 100 метрах от танка у нас стоял разведчик. И не палился. То есть, у нас стоит спецназ ВМФ. У него два человека в отряде. И это дает ему очень сильную скрытность. То есть, он очень незаметный. Соответственно, мы его поэтому не видели. Даже несмотря на то, что он не в кустах был. То есть, он просто стоит в поле и прячется от танка. Столько ужасная оптика у нашей боевой единицы. Ну, тут мы подвели вертолет, засекли. И наш танк сразу дает ответку. Проходит время, и танк все равно не мигает. То есть, значит, кто-то еще видит наш танк. Где-то еще сидит разведчик. Переключимся на врага. Посмотрим, как это выглядит с его стороны. То есть, вот он нас видит. Мы его не видим. Мы подводим вертолет снабжения. То есть, это у нас снабжение. И я просто хотел показать нас, как видит у нас снабжение. Оно видит нас никак. Видите? Несмотря на то, что там написано, что оптика очень плохая. Это ужасная. На деле у снабжения практически нет оптики. То есть, вот, мы ничего не можем делать. Мы висим прямо возле спецназа ВМФ. И пока вертолет наш не подлетел, мы ничего не увидим. Причем вертолет у нас с превосходной оптикой. Вот сюда мы улетаем, у нас уже исчезает обзор. Возвращаемся. Вот, с такого расстояния мы видим спецназ ВМФ. Наш танк попасть не может. Так и не убил. Но это не имеет значения. В общем, примерно так работает разведочка. Естественно, лучше всего работать из кустов. То есть, если бы мы вне кустов стояли, и там, допустим, была бы машина с оптикой хорошо, то есть, другой разведчик, даже более слабый, он все равно увидел бы ВМФ. Поэтому боимся вражеской разведки. Не даем вражеским разведчикам подойти. Сейчас мы будем штурмовать вот этот прямоугольный лес. Там засели разведчики. Разведтанки ЗТК китайские и пламя АГС. Это у нас УАЗик с АГСом. Советский Союз. И вот мы приближаемся. Мы должны атаковать. Я вам говорил, что разведка имеет у нас незаметность. Соответственно, вот нас расстреливают. И мы даже не можем понять, кто. У нас нет своих разведчиков. Мы их не ведем. Соответственно, за это поплатились. То есть, мы не можем штурмануть их нормально. Не видим. Даже на таком расстоянии. Посмотрите. То есть, вот. Уже на вытянутую руку мы до сих пор не можем понять, кто стреляет. Врага еще даже не увидели. А у нас уже войск не осталось. И вот пехота. У нее оптика получше будет. Все-таки глаза. Мы на мгновение увидели, что там несколько юнитов стоит. Все. Ну, собственно, это именно была практика. Возвращаемся к нашим юнитам. Что хотел бы отметить вообще в разведке. То, что там много уникальных юнитов. Уникальных это те, которые могут просто повернуть игру вспять. То есть, полностью разоружить вас. Обмануть. Уничтожить. Облететь. Например, возьмем вот такой вот Longbow. Самый страшный враг. Наш. То есть, натовский враг против Пакта. У него самонаводящиеся ракеты. Он имеет дальность 2.800. Он подлетает. Может встретить колонну. Допустим, колесную. Если у нас на колесах нет противовертолетного ПВО, то, скорее всего, мы будем уничтожены. Допустим, колесный старопарик. Если он один, он ничего не сделает. Он просто сгорит. Его Longbow расстреляет. И сам успеет отлететь. Потому что ему не нужно управлять ракетами. Два старопарика имеют шанс выжить и уничтожить Longbow. Но, опять же, говорю, шансы. Есть такие шансы, что оба старопаря сгорят. Вот такая злая вещь. То есть, это Longbow. Американцы у нас имеют самую лучшую разведку в игре. Ну, самую эффективную, я бы сказал. Так, так, так. По юнитам. То есть, в принципе, у всех сильных наций есть какие-то супер юниты. То есть, мне нравится, допустим, Мистраль у нас французский. Он стреляет у нас на ходу. Дальность очень плохая. Но на деле все решает стабилизатор, скорость и оптика. То есть, он когда едет, сразу отстреливается по летающим юнитам. Вот он сразу же их видит. То есть, он может первым заметить К-52-го разведчика. Ракета самонаводящаяся. Просто едем под вертолеты. Даже несмотря на то, что 2.600 дальность, он очень часто убивает Ми-28 и К-50. То есть, просто подъезжая под них, высокая скорострельность у нас достаточно. Хорошая машина. Супер юнит. Брэдли разведки американский. Очень-очень страшный юнит. Особенно он страшен для танкистов. То есть, бронебоинство 25. Он нас за 4 залпа выкашивает наши топы. Плюс мы даже не можем понять, откуда идет обстрел. Если у нас разведчик далеко, мы не увидим, откуда летят птуры. Он часто из-под тяжка все нам сносит. И, в общем, боимся этого юнита. Практически во всех странах есть спецподразделения. Вот как у нас спецназ ВМФ был. То есть, 2 пехотинца суперразведки. Они очень хорошо справляются с задачами, где нужно незаметно пройти. Где нужно что-то подсветить. То есть, вот у них незаметность превосходная. Реально очень тяжело увидеть этих ребят. То есть, нужно для этого специальную разведку иметь. Или специальный вертолет. Вовремя их засечь. Иначе они могут наделать делов. То есть, ребята страшные. Но сами по себе, если они начинают в бой входить, они ничего из себя не представляют. То есть, самостоятельность у них низкая. Их, скорее всего, убьет даже обычный отряд мотострелков каких-нибудь. Есть у нас К-52. Уникальный юнит. Это единственный вертолет в игре, у которого есть противовоздушные антирадарные ракеты против ПВО. То есть, если где-то у врага радарное ПВО стоит, то наш К-52, даже не видя эту цель, просто сквозь лес может прострелить. Вот, на дальнем расстоянии. Расстояние 3-500. Соответственно, это даже дальше, чем ПВО нас может задеть. Просто отстреливает. И, в общем-то, немцы. Мы можем остановить немца. То есть, если чистый немец просто на нас идет, мы можем вызвать К-52 и К-50. И просто его уничтожить. Нам он ничего не сделает. Мы остановим его ПВО еще на подходе. И он даже прицелиться по нам не успеет. Меня так пару раз останавливали. Реально тяжело как-то замикрить. То есть, приходится выманивать эти ракеты. Мы потом разберем в будущем, как надо микрить и отнимать у него эти две ракеты. Как его разводить на них. Вот, есть у нас Ми-24К, но это самый бесполезный вертолет разведки, честно. Я не знаю, для чего он нужен. То есть, низкая эффективность. Он не для чего. Если К-52 имеет много задач, у него есть автопушка, пусть не самая удобная. У него есть противорадарные ракеты, которые реально колоссально урон наносят и колоссально мешают врагу. И есть и главы, что делает вертолет самостоятельным. Плюс у него незаметность. Ми-24К имеет просто Нурсы и пулемет. Все. То есть, каких-то особенных задач он не может сделать. Слишком дорого, я считаю. Но дешевле его делать нельзя. Понятно, потому что он будет стоить как обычный Мишка. Вот, ну, не знаю, я не рекомендую его брать. Значит, между Ми-8 с превосходной оптикой и Ми-2 рекомендую брать, отталкиваясь от скорости. То есть, если нам скорость не нужна, допустим, то берем самый дешевый. Оптика очень хорошо, в принципе, нам достаточно. Вот. А этот вертолет мы боимся потерять, его будет жалко. Хоть у него превосходная оптика, он еще тяжелый. Можно просто сэкономить, понимаете? То есть, не обязательно брать. Вот у китайцев вообще есть за 35 еще более медленный вертолет. Я с удовольствием пользуюсь тогда, когда мне не нужно срочно куда-то вертолет тащить, а нужно сбоку его повесить. Мы экономим по пятерочке, но на деле это как бы окупается все. То есть, в итоге мы сэкономим на какой-то большой юнит. Также обращаем внимание, есть у нас суперпехотные отряды, которые используются не как разведка, а как боевые юниты. То есть, которые будут сражаться в городах против пехоты. Это у нас Формоза, это Нависилс. Формоза польская и Нависилс у нас американский. Что их отличает от обычной пехоты, так это гранатомет. Ручной гранатомет автоматический, который просто-напросто аннигилирует вражескую пехоту. То есть, если Нависилс приходит, увидел каких-то там мотострелков, засекаем секунд пять и мотострелков не будет. Вот единственный недостаток будет и Нависилс, это что, когда гранатомет кончится, им придется заправляться. Он быстро кончается, очень быстро. Вот это единственное, чем можно забить Нависилсом, так это просто мясом, чтобы не кончился гранатомет и добить их. Если же мы их упустим и они снова заправятся, то больше шансов вам не дадут выжить. То есть, очень сильная пехота, очень мощная. То есть, отряды, многие отряды используются именно как боевики, которые на равных сражаются в городе. Плюс они далеко видят. То же самое вот, допустим, НЗСАС. У них только нет, конечно, автоматического гранатомета, но они и стоят дешевле. Но зато они имеют статус элиты. То есть, если у нас в пехотном слотике нет хорошей пехоты, мы вполне можем воспользоваться разведкой. Стоит ли оно того? Оно того стоит. Реально, ребята сильные, выносливые, далеко видят. Поэтому, иначе бы никто не брал, никто этим не пользовался. Вот видим мы у нас Ниндзя есть, японский. Тоже хорош, у него незаметность хорошо. На самом деле, это такая незаметность. Если у вас нет разведчика, то этот хер может просто облететь прямо мимо ваших войск. Прилететь и прилететь к вам на респ и смотреть, наблюдать за вами, вычислить вашу машину и так далее. То есть, на самом деле, действительно, он на самом деле Ниндзя. То есть, очень незаметен. Постоянно где-нибудь пролетает. Вот, или висит незаметно. Вот, хорош, хорошая машина. Вот, своих денег он стоит. И оптика превосходная. Незаметность. Сам себя может защитить, если что. Вот, такая машина полезная. Вот, есть у нас такие машинки. Пах, Тигр у нас. Но у него есть иностранцы, что быстро все расходуется. То есть, что Нурсы, что Птуры. Он отстреляет буквально их за 5 секунд. Реально, за 5 секунд там все уйдет. И тут стоит пустая машина. Висит. Но встречать в начале врага, в принципе, можно. Единственное, что натовские вертолеты, они не конкуренты с советским или пактовским. Потому что у них дальность стрельбы очень низкая. 2200. А у советов там обычно, начиная с 2600. Ну, точнее, у пакта там 2600. И они просто не дадут подлететь нам. Так, дальше. Дальше, дальше. Ну, по разведке мы поговорили. По суперэффективным юнитам я говорил. Вот, допустим, у нас машина. Также из кустов будет стрелять. Оптика хорошая. То есть, ее постоянно используют. Я с удовольствием пользуюсь такими юнитами. Танки. Вот, Леопард у нас тоже из кустов стреляет. То есть, как обычный танк, только он еще и не видим. Соответственно, если мы на равных сражаемся с каким-то танком, мы в кустах стоим, мы начинаем стрелять. Мы и заканчиваем стрелять, потому что нас не видят. То есть, танк разведки. Очень хорошо. Вот, АГС, пламя. Если такой юнит стоит, и, допустим, на вас едет топ-танк, то у вас много шансов просто выжить, потому что выбиваем, критуем АГС, оптику, выбиваем движок, стабилизатор. Просто критуем и можем даже уничтожить. То есть, в прямом смысле, уничтожить топ-танк мы можем без проблем. Вот, это уже на везение. Понятно, что у нас нет бронебойницы, но у нас есть фугас. Понимаете, фугас у нас может наносить криты, а может пробивать единицу. Вот, поэтому, почему бы и нет. Вот, но еще прикольнее, когда останавливается пехота, еще что-нибудь, и никто не видит, кто стреляет. То есть, урон враг получает и не понимает, кто стреляет. Размер у нас маленький, незаметность средняя. И за счет маленького размера мы не видимся для врага. Вот, и оптика у нас тоже решает. То есть, хорошая машина, раньше использовалась, допустим, в первую часть. Сейчас я не предпочитаю автомобили, потому что они выносятся птурами, они случайными выстрелами сносятся. Слишком заметные. То есть, я не рекомендую вообще использовать технику, особенно слабоэффективную. То есть, если, допустим, использовать, то вот такую, BRD-M3. И, хоть у нее оптика похуже, но, на самом деле, тыловая машина. То есть, может страшно навредить врагу, пролететь где-то сзади, там, незаметно проехать. Из кустов встретить врага. Она может остановить колонну из четырех машин с пехотой. То есть, просто расстреляв ее, и враг даже не поймет, откуда идет огонь. И колонна будет уничтожена. Здесь вот аналог у нас такой есть. Вот, тоже страшная вещица. Саламандра. Польская. Хорошая, кстати, как ни странно, у нее, вот, чаще всех у меня, которые попадают в цель, четыре из четырех. Но, также, есть насадок, что быстро все уйдет. То есть, очень мало припасов. Зато, если мы повесим, враг будет проходить где-то рядом. Разведчик, допустим, он сразу нурсами получит, и все будет уничтожен. Вот, в этом, конечно, есть плюс. Вот такой мой любимый танк. Разведчик. Очень хорош. Просто офигенный. То есть, бронебойность 17 из кустов за 60 поинтов при нашей невидимости, на самом деле, очень-очень сильная вещь. Может заменить средние танки, и даже тяжелые. Просто он к себе поближе отпустит врага, начнет его дамажить. И если у врага нет разведки, то мы просто ему наваляем. Вот, если перекрестно их поставит, то один будет стрелять в борт, другой в морду, то тут вообще ему цены не будет. Поэтому, когда враг видит, что какой-то огонь ведется, и он не может вычислить этот огонь, конечно же, он уходит. Вот, ну, собственно, рекомендую. Я бы сказал, обязательно брать такой юнит. Ну, вроде так, быстренько пробежались. По пехоте все однотипно. То есть, я выделил пару юнитов, которые нам нужны. Вот, а остальное сами разберетесь. Тут не вижу ничего особенного интересного. Ну, в принципе, то есть, какие-то такие танчики. Ну, наберете. Главное, не берите совсем дешевое, то есть, берите эффективное. Вот, допустим, раз, Fiat. Посмотрим, да, есть автопушка, есть АГС. АГС у разведчика это имба. Вот, то есть, он стреляет, и никто не видит, откуда он стреляет. То есть, в отличие от Тура, который может вас выдать, АГС не выдает вас. То есть, у него не работает подсказка для врага. То есть, 40 мм не отрабатываются, как заметность. Вот, поэтому АГС хорош для этого. Автопушка также, то есть, а незаметность у нас из кустов работает так. То есть, чем выше калибр, тем ярче вы светитесь на карте. Соответственно, если арта будет из кустов стрелять, ее очень далеко видно. Вот, а, значит, 20 мм вообще практически нереально увидеть. И 40 мм аналогично. То есть, выстрел не работает. А вот ПТУР нас выдает сразу же. То есть, ПТУР, даже слепой юнит может увидеть ПТУРа. Вот так вот. Ну, вроде бы все. Всем пока, всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok